Тяга к прекрасному И как говорил Фёдор Михайлович Достоевский, настоящее искусство всегда современно, насочно и полезно. Говорить и рассуждать об искусстве будут веками. Тема яркая, живая, интересная и востребованная. А в 21 веке разбираться в искусстве это ещё и модно. И вопреки всем трендам искусство не краткосрочно. История русского искусства отражает бурную историю нашей страны и её географическое положение между Востоком и Западом. В период Средневековья, когда центром политической жизни Древней Руси был Киев, образцом для подражания в искусстве и источником многих художественных влияний была Византия. Татаро-монгольское нашествие в середине XIII века и последовавший вслед за ним период татаро-монгольского ига отрезали Русь от Запада почти на 200 лет. Только во времена правления Петра I и благодаря проводимой им политике на сближение с Западом Россия вернулась к европейской культуре сначала в качестве ученика, а затем и равноправного участника общекультурного процесса, а накануне Первой мировой войны активного новатора в искусстве. В начале 1930-х годов Россия вновь была отрезана от Запада, когда Сталин установил режим изоляции для того, чтобы построить социализм в отдельно взятой стране. Распад СССР и крушение коммунизма как системы в 1991 году дали русским художникам стимул произвести переоценку ценностей и найти свое место в новой политической, экономической и культурной ситуации. Рассуждая об истоках русского искусства, давайте вспомним 988 год, когда Киевская Русь приняла христианство в его восточном варианте. Вместе с религией Русь унаследовала от Византии и художественные традиции, одной из которых было украшение храмов росписями и иконами. Для верующего человека икона является посредником между реальным миром и божественным первообразом. Стиль живописи менялся в ходе веков, но художественные традиции иконописи сохранились до настоящего времени. В церквях иконы помещали на стенах и столбах. Со временем появился высокий иконостас, отделяющий прихожан от алтаря, в которой иконы с изображением Христа, Богоматери, апостолов, святых и праздников располагались рядами в определенном порядке. Иконы часто украшали окладами из серебра, золота и драгоценных камней, которые могли закрывать икону почти целиком, оставляя видимыми только лики. Икона Владимирской Богоматери, привезенная из Византии в первой половине XII века, стала образцом русской иконописи. В 1240 году монгольское нашествие опустошило Киев и другие русские города и сделало практически невозможными контакты с Византией. Почти полное отсутствие внешних культурных влияний способствовало развитию школ живописи. В конце XIV века Московское княжество объединило русские земли, и Москва стала культурным центром единого русского государства. Здесь работали три великих мастера древнерусской живописи – Феофан Грек, Андрей Рублев и Дионисий. В 1551 году Стоглавый собор установил строгие каноны, которым должны были следовать иконописцы при создании священных образов. В XVII веке в иконопись проникают влияние западноевропейской живописи, что нашло отражение в иконах, выполненных Симоном Ушаковым. В это время стали появляться первые портреты, получившие название «Парсуны» от слова «персона». После воцарения Петра I в 1682 году религиозная живопись не потеряла своего значения для духовной жизни. Однако благодаря новой культурной политике государства в искусстве получили преобладание светские сюжеты и художественные методы, пришедшие с Запада. Снова учителя и мастера стали приезжать в Россию из-за границы, в основном из Германии и Голландии. Перед Петром I стояла непростая задача изменения вкусов в публике, приобщая к культурному наследию Европы. Некоторые его поступки, целью которых было, несомненно, просвещение народа, могли показаться современникам шокирующими, если не совершенно дикими. В стране, не знавшей античной культуры, где люди в течение более чем шести веков видели только образы религиозного искусства, воображение публики было просто поражено украшением летнего сада статуями полуобнаженных нимф. Петр I привез из Европы картины Рембрандта и других старых мастеров, заложив основу ценнейшей коллекции Эрмитажа. Крупнейшие русские художники XVIII века Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий и Владимир Боровиковский были тесно связаны с Императорской Академией Художеств, которая была задумана еще Петром I. Организованная по европейским образцам, Академия Художеств оказывала большое влияние на развитие искусства вплоть до конца XIX века. Арест Кепринский и Карл Брюлов – крупнейшие мастера русского искусства первой половины XIX века. Брюлов был первым из русских художников, завоевавших славу за границей. Его картина «Последний день Помпея» была показана по всей Европе. Со временем в России появились новые художественные заведения. Так, в 1833 году было основано Московское училище живописи вояния и зодчества. Первая половина XIX века – это время сложения в русской живописи системы жанров. Алексей Венецианов, ученик Боровиковского, является автором идиллических сцен из крестьянской жизни и одним из основоположников бытового жанра в русском искусстве. Василия Тропинина можно назвать мастером сентиментального портрета. А Павел Федотов представляет бытовой жанр в его городском драматическом варианте. Александр Иванов создал картину «Явление Христа народу», которая является одним из ключевых памятников русского искусства XIX века. В живописи второй половины XIX века преобладало реалистическое направление. Характер русского реализма определили вышедшие в 1863 году из Академии художеств молодые живописцы, которые организовали товарищества передвижных выставок. Задачей товарищества было выставлять свои работы, чтобы они стали доступны более широкому кругу людей. Среди передвижников, работавших в жанре пейзажа, наиболее известны Шишкин, Куинджи, Поленов, Левитан. В жанре портрета передвижники создали галерею образов выдающихся деятелей культуры своего времени. Портрет Фёдора Достоевского, кисти Василия Перова, Портрет Николая Некрасова, Ивана Крамского, Портрет Модеста Мусоргского, выполненный Ильёй Репиным, Портрет Льва Толстого, Николая Гея и ряд других. В жанре исторической живописи работали Василий Цуриков, Михаил Нестеров и Илья Репин. Рубеж 19-го, 20-го веков был ознаменован в России господством стиля модерн. Это художественное направление существовало почти во всех европейских странах. Наиболее яркий представитель этого стиля – Михаил Врубель. Благодаря деятельности Сергея Дягилева и Александра Бенуа по организации художественных выставок русская публика получила возможность знакомиться с новыми течениями в зарубежном искусстве. В 1906 году прошла первая выставка русского искусства в Париже. А начиная с 1909 года там ежегодно проводились русские балетные сезоны. Авторами декораций и костюмов для этих спектаклей были Лев Багст и Николай Рерих. Накануне Первой мировой войны в русском искусстве появился ряд художественных группировок, выступавших с разными теоретическими программами. Наталья Гончарова и Михаил Ларионов стали создателями русского примитивизма и лучизма. В 1910 году Василий Кандинский написал свою первую беспредметную композицию. Владимир Татлин в 1913 году приступил к созданию трехмерных абстрактных конструкций и пространственных рельефов. Казимир Малевич сформулировал концепцию супрематизма. Творческие поиски получили второе дыхание и новую энергию после революции 1917 года. Некоторые художники эмигрировали, в том числе Гончарова и Ларионов. Работы Натальи Гончаровой сегодня считаются самыми дорогими среди всех женщин-художниц. А она сама стала самой известной русской художницей за рубежом. Большинство деятелей авангарда приняли революцию. Искусство расценивалось как мощное средство пропаганды и существенный фактор формирования нового общества. Императорская академия художеств была заменена на разрозненные автономные мастерские и институты. Кандинский возглавил Институт художественной культуры. Марк Шагал и Малевич создали экспериментальную школу искусств в Витебске, в основу которой легла теория Малевича о супрематизме. Большую роль в создании русского авангарда сыграли женщины Варвара Степанова, Любовь Попова и Ольга Розанова. Искусство вышло на улицу. Художники рисовали плакаты, оформляли площади для массовых политических акций и праздников. Разрабатывали новый дизайн тканей, керамики, интерьеров. На 1920-е годы пришелся расцвет графики и книжной иллюстрации. Чтобы представить, насколько разные стили существовали в эти годы, достаточно вспомнить такие имена, как Павел Филонов, Кузьма Петров-Водкин, Александр Дейнека. В 1932 году многообразию художественных направлений был положен конец. Все художественные объединения были распущены. В 1934 году социалистический реализм, суть которого определялась как правдивое, исторически верное изображение действительности, был провозглашен официальным стилем советского искусства. Произведение передвижников 19 века было настоятельно рекомендовано взять за образец для подражания. Многие художники стали жертвами политических репрессий, потому что их творческие концепции не вписывались в узкие рамки государственной идеологии. Во время хрущевской оттепели, наряду с теми, кто продолжал прославлять успехи советской промышленности, небывалые урожаи и передовиков производства, появилась целая плеяда мастеров, которые стали обращаться к личным, общечеловеческим темам. Некоторые произведения авангарда 20-х годов, находившиеся под запретом, стали появляться в залах музеев. Цензура была ослаблена, отдельные художники и направления в искусстве были реабилитированы. СССР стал более открытым для остального мира обществом. В 1957 году, во время Международного фестиваля молодежи и студентов, было показано новое, неизвестное ранее искусство. Годы пребывания у власти Брежнева были связаны с экономическим застоем и продолжением политики государственного контроля над искусством. Выставка, устроенная под открытым небом художниками-нонконформистами, в Москве осенью 1974 года была сметена бульдозерами. После этого некоторые, крупнейшие мастера современного искусства, в том числе скульптор Эрнст Неизвестный, решили эмигрировать. Истинный плюрализм в искусстве наступил только с приходом к власти Михаила Горбачева. Его попытка оживить социализм при помощи гласности и перестройки принесла свободу художественного творчества и пробила железный занавес. Вместе с проведением реформ, направленных на создание свободного рынка, закончилась эпоха государственного контроля в сфере искусства. Начиная с персональных выставок Малевича и Филонова, проходивших в 1988 году, музеи стали постепенно доставать из своих заказников произведения, находившиеся под запретом с начала 30-х годов. В современном искусстве можно найти все. От неопримитивизма и стилизации поднародные промыслы до сюрреализма и абстракционизма. Многих сейчас занимает вопрос, не исказит ли новый дух коммерции то высокое призвание, на которое в культурной и политической жизни России всегда претендовало искусство. Малевича и Филонова Редактор субтитров А.Семкин